Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Намастей. Арчена – это ясновидящая из Индии. Арчена – это человек, который путем глубоких медитаций получает для нас божественные послания на самые важные вопросы, которые волнуют нас в современности, и делится этими посланиями с нами. Сегодня мы поговорим о том, что ждет и Турцию, и всю нашу планету. К огромному сожалению, сбылось предсказание Арчены о том, что какое-то катастрофическое событие грядет в Турции и на Ближнем Востоке. Вот послушайте, что сказала Арчена совсем недавно в нашем видео, что случится в 2023 году. Я вижу некий вихрь, я вижу энергию в вихре, я вижу какую-то энергию огромного шторма, то что может быть в фигуральном смысле шторма, но то, что обрушится на СССР. Арчена очень четко указала регион Ближний Восток, Турция и Сирия – это как раз регион Ближнего Востока. Медиумы, видящие, видят энергию. Арчена не могла знать точно, что именно там грядет, но Арчена очень четко уловила эту энергию разрушающего вихря, эту энергию разрушающего взрыва. Для всех нас, конечно, стало шоком то, что произошло в Турции, это землетрясение. Причем, вы посмотрите, как действительно стремительно изменилась человечество, стремительно изменилась жизнь за очень короткий промежуток времени. То есть живи мы все, допустим, в 19-18 веке или даже в начале 20-го, большинство из нас, кто смотрит нас сейчас это видео, даже не узнали бы никогда о землетрясении в Турции, но как бы об этом узнали там жители Московии или жители там Лондона или жители там Америки, они бы просто жили бы своей жизнью и никто бы даже не узнал о том, что произошла такая катастрофа. Но мы живем в век интернета, в век сверхбыстрых коммуникаций, ватсапа, фейсбука и прочее, ютюба, когда информация распространяется мгновенно и все жители на планете узнают в режиме онлайн о том, что произошло. Это, с одной стороны, лишает нас всякого покоя, потому что мы погружаемся вместе со всеми в эти страдания. То есть мы вынуждены страдать, но если у вас открыто сердце, у вас есть эмпатия, вы не можете не страдать, глядя на детей под завалами, слыша критии детские из-под плит бетонных, это ранит каждого. И с точки зрения нашего покоя это просто ужасно, мы навсегда его потеряли с этой эрой. Но с другой стороны, это открывает нам путь к спасению всей нашей планеты, потому что только когда мы ощущаем себя как единое целое, как единую семью, когда мы понимаем, что и турки наша единая семья, и русские наша единая семья, американцы нашей единой семьи, и китайцы, и африканцы, все мы на этом шарике, на этом глобусе, мы все одна семья. И когда рвануло где-то там, это рвануло и в моем доме. Вот к чему привела эта всеобщая интернетизация, компьютеризация и так далее. То есть мы действительно это все воспринимаем сейчас как единую боль. И поэтому для каждого из нас сейчас, конечно же, важно понять, услышать прогноз Арчена о том, в каких еще регионах мира сейчас повышенная опасность именно землетрясения, чего ожидать, где рванет, где теперь следующее можно ждать, что рванет. Для россиян, конечно, в первую очередь интересно, что будет в России. Россия страна относительно спокойна в этом плане, но территория России же огромна. Это и Камчатка, и Сахалин. И вот мы знаем, совсем недавно, в 2020 году было сильное землетрясение в Иркутской области, в районе Байкала, с магнитудой 5,5 балла. И Кавказ, конечно, Кавказ же в первую очередь прилегает вот совсем близко. Турция, Кавказ, они рядом. То есть это единый горный массив. Если в Турции так тряхануло, то что ждать, например, жителям Сочи или жителям Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии? Что им ждать в будущем? Что вы видите на территорию России? Камчатка, Сахалин, Иркутск регион, и Кавказ, включая Сочи. Кавказ, Чечни, Кабардино-Балкария, Дагестан. В регионе Сочи я не вижу, чтобы было какое-то мощное, разрушительное событие. Но это не означает, что там спокойная энергия. Время от времени будут подземные толчки, которые будут происходить. В очень отдаленном будущем, возможно, в районе Кавказа очень мощное землетрясение наподобие турецкого, но это будет не при, скажем так, этом поколении. Я вижу, что энергия этих мест, энергия этих гор, Дагестан в частности, это довольно молодые горы. Когда энергия молодая, это провоцирует много агрессии, в том числе агрессии в природе. Но я не вижу, чтобы это произошло событие, катастрофическое, вот по крайней мере, в этом поколении людей. В глубине Кавказа сейчас нет такой агрессивной энергии, какая произошла в Турции, разрушая их горы. Я не вижу израненной энергии на Кавказе сейчас. Реальная угроза сейчас исходит планета из региона Тихого океана. Там, в глубинах, очень мощная энергия скапливается, которая может привести к огромным разрушениям. В Иркутской области все относительно спокойно, то есть какие-то колебания, толчки возможны, но значительно большого землетрясения, по крайней мере, в этом поколении не просматривается. Что касается восточных регионов России, там я вижу энергию огня. То есть что-то будет касаемо огня, но это не будет как глобальная катастрофа. Я полагаю, что речь идет о пожарах гигантских в тайге. И более самой восточной регионы России. Речь идет о Камчатке, о Сахалине, там, где уже ближе к Аляске, к Америке. Там вот очень неспокойная в глубине океана Тихого энергия собирается очень-очень тревожная. К сожалению, энергия закипания в земле глубокая, никакого покоя даже близко не снится. Ну хорошо, меня сейчас в первую очередь волнует несколько еще регионов. В первую очередь, конечно же, это регион и Турции, и Сирии, и прилегающих стран. То есть весь этот регион, это регион Ближнего Востока и соседний регион. То есть это, прежде всего, Турция, это Сирия, это Иордания, это Израиль, это Иран, Ирак, Азербайджан и Армения. То есть это вот единый горный комплекс, который горы, которые распространяются по всей этой платформе. И если в самой, так сказать, точке центральной сейчас в Турции рыбануло очень страшно с гибелью многих людей, то это же может привести к отголоскам и к каким-то более сильным даже землетрясениям в соседних местах этого региона. Вот что увидит об этом Арчена? Да, дали, нормально, когда это происходит, это большая гибель, это эффекта, это большая гибель платформа в ближайшие страны. В ближайшие страны это Сирия, Израиль, Иран, Ирак, Азербайджан, Армения, Кавказ. Я попросил Арчена также уточнить по поводу российского Кавказа, поскольку он тоже к единым горным хребтам, принадлежит со всем этим регионам, поэтому, естественно, надо смотреть на перспективу. Но вот по крайней мере следующих 10 лет, что видит Арчена об этом? Я вижу, что такие регионы, как Ирак, Иран, Ирак, они находятся тоже в большой опасности, и лишь вопрос времени, когда произойдет подобное там тоже. Это означает не то, что сейчас там происходит покой, сейчас в недрах как раз происходит бурление, нагнетание этой энергии разрушения. Я вижу, что различного рода катастрофы в этом регионе будут происходить. Я не вижу, чтобы именно было вот такое землетрясение мощное, как в Турции сейчас произошло, но другого рода катастрофы произойдут, в частности, в Армении. Это будет меньшего масштаба, чем сейчас в Турции. Это не будет так влиять на жизнь людей. Я вижу, что будут какие-то обрушения, обвалы, горные обвалы, земле обвалы в Армении. Да, пожалуйста. Когда вы связаны с Матерой Матерой, как вы чувствуете, что регионы это готовится и готовится к следующему большому небу? То есть, что на lot of камень, в Азии. Я вижу, что в азии снахи, как в Азии, в Азии, в Азии, как в Азии, в Азии, и в Азии, там, в Азии, где в Азии, там, в Азии. Когда я просматривал энергию Матушки Земли, я почувствовал, что в самом востоке, так скажем, востока, то есть там, где Япония, вот по этой линии, там, где проходит Сахалин, Япония, Камчатка и туда вниз далее в Индонезию, вот где Индонезия, там наиболее депрессивный регион нашей планеты, где очень-очень большое напряжение земной коры. Энергия Индонезии очень депрессивная. Я чувствую там и энергию огня, и энергию дрожащей земли, и энергию воды, обрушивающейся на людей. Я вижу, что в регионах, где это происходит, это происходит с периодичностью, с периодичностью в 100 лет. События эти очень болезненные и божественные, хочет, чтобы все были готовы к тому, что это может произойти. И в Индонезии ожидается очень большое завершение вулкана, которое заберет очень много человеческих жизней. И я вижу, что это приведет к потопу, который будет низвергаться с небес, и также очень губительно для людей. И эта энергия очень-очень тяжелая, даже чтобы соприкоснуться с ней мне, уже очень я чувствую тяжело. И схожую энергию я чувствую в западной части Южной Америки, то есть это та часть, где находится Чили, Эквадор, Перу, вот в той стороне. Это очень депрессивный регион, где огромное вулканическое и тектоническое напряжение существует, и оно проходит в том числе по глубине Тихого океана. И поскольку это все напряжение накапливается, это все приведет к очень разрушительным событиям. Еще в своем видео о том, что случится в 2023 году, если вы помните, я говорила о том, что в 2023 году мы будем сожалеть о 2022 как о более лучшем году. Before we get started into this, what I wanted to say is that 2022, this year... Перед тем, как мы перейдем к следующему году, я хочу сказать о 2022, уходящем. This was much better year compared to what is coming. Это был намного лучший год, чем тот, который сейчас наступает. And the full year is in this energy, and we simply cannot escape, because there will be so many different natural disasters will be taken all around the Earth. К сожалению, мы не можем этого избежать. 2023 год будет полон различными катастрофами по всей планете. And what I see the energy in Japan... Что я вижу по поводу Японии... Japan has entered into this waiting period of time, she is currently on the waiting period of time right now. Япония в ожидании, в ожидании находится. The more the waiting period is, the more heavier the disaster is going to be. И чем дольше период накапливания этой энергии, взрывоопасной энергии, тем сильнее потом рванет. So there are few places on the planet Earth where they are in this waiting energy. Есть несколько мест на нашей земле, где вот эта вот энергия сейчас копится, чтобы взорваться. And for India also I see that there are upcoming disasters, like what has happened in the Middle Eastern country, and also there is an upcoming storm. Я вижу эту энергию, как бы, которой можно уподобить гигантскому шторму, который ждет и Индию, и Индия не будет, так сказать, освобождена от этих катастроф. Что касается северных стран, то у них все спокойно, я не вижу, чтобы у них происходили какие-либо землетрясения или извержения, что-либо такое. Это то, что касается энергии Земли. Мне особенно интересно было бы узнать в Арчане про Соединенные Штаты Америки, потому что Соединенные Штаты Америки, которые добывают нефть из своих недр путем гидроразрыва пласта. То есть это что означает вот эта самая нефть? Это значит, что для того, чтобы ее добыть, вот ради своих денег, чтобы побольше им все время деньги, 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 они опускают на глубину Землю гигантское количество взрывчатки. И они постоянно взрывают Землю, взрывают Землю, взрывают Землю гигантских. Представляете, то есть это вот тонкая кожица, по сути, вот этой Земли, это земная кора, это тонкая кожица, как вот на теле. Они в нее запускают постоянно бомбы и бесконечно ее взрывают. И сейчас в США идет вот этот постоянный гидроразрыв пласта. То есть это практически ежедневные взрывы Земли. И мне интересно, видит ли Арчена, к чему это приведет США. Мы видим, что в США сейчас, чтобы получить этот гидрор, петро, денег, и все, они каждый день бомбируют страны. И они бомбируют очень много бомб и бомбируют, чтобы получить эти ресурсы нон-стоп. Да, я чувствую, что энергия землетрясения, она подступает в США. Сначала это будет как бы на небольшом объеме, масштабе, но потом рванет так, что мало не покажется. Потому что чем ужаснее мы обращаемся с нашей матерью Землей, тем ужаснее ответ мы получаем. Даже несмотря на то, что в нашу Землю заложена автоматическая программа самоисцеления. Но человечество не дает ни одного шанса восстановиться, потому что вылезает со своими разрушительными действиями и все разрушает. Пока, так сказать, наше человечество не стало разбухать на нашей планете очень сильно, у планеты была гораздо больше иммунная система и способность к самоисцелению. Я вижу сейчас огромную трещину в этой программе самоисцеления Земли. Наша планета, она такая же живая, как и мы. Она живая, у нее есть жизнь и она будет отвечать на эти разрушительные действия, которые несет человек своими разрушениями. Чем больше планета будет ранена, тем больше мы будем ранены. Мы все единая целость нашей Вселенной и единое тело. Если в каком-то месте тело происходит рана, то болит везде. Поскольку мы все взаимосвязаны единым сознанием на этой планете, так важно заботиться о ближнем, так важно сохранять наш мир и покой. И также я вижу, что люди, которые собирают и минают, которые уничтожают на нашей планете Матери-Эрт, на большей скале и на маленькой скале, эти люди также очень глубоко уничтожены. Они не могут это осознавать, но эти уничтожены очень глубины. Все те, кто вот сейчас долбят, сверлят, бурят нашу планету, они осознают или нет, но они ранят нашу планету, и расплата за это будет неизбежна. Если бы люди больше были озабочены исцелением самих себя, они бы меньше пытались искалечить планету. Но поскольку эти люди находятся в полном игнорировании происходящего, то, к сожалению, разрушение планеты продолжится. Дорогие друзья, вы все прекрасно знаете о ситуации, которая сейчас складывается вокруг Ютуба. Сейчас Ютуб удаляет все каналы, которые так или иначе что-либо хорошее говорят о России, которые дают какие-либо хорошие прогнозы для России. Поэтому мы находимся в очень опасной ситуации. С другой стороны, вы знаете, что в России постоянно раздаются голоса о том, что Ютуб надо закрыть. Сейчас постоянно об этом говорит этот Евгений Пригожин. И действительно, вероятность того, что отрубят аудиторию России от нас, она тоже существует. Мы со всех сторон оказываемся сейчас зажатыми. Мы все меньше и меньше имеем пространства для того, чтобы говорить свободно. Мы создали видео, которое посвящено возможным переменам в России, о том, грядет ли в России внутренний бунт, о том, что ждет Путина в этом году и в ближайшие годы. В этом видео Арчена также отвечает на вопрос, что вообще хорошего россияне могут от всей этой войны получить. Вы сможете увидеть только в нашем телеграм-канале. Мы находимся под огромным риском. Поэтому, чтобы не потерять связь с вами, дорогие друзья, я приглашаю вас посмотреть это видео в нашем телеграм-канале. И обязательно подписаться на него надо. Обязательно. Чтобы сохранить между нами связь. Ссылка на наш телеграм-канал и на это видео находится прямо под этим видео. Ну что ж, давайте поблагодарим Арчену за это важнейшее послание. Спасибо, Арчена. Спасибо. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, поставьте ваш лайк. Напишите в комментариях все, что вы думаете об этом. Поделитесь этим видео в социальных сетях. И до новых встреч на наших видео. Субтитры сделал DimaTorzok